Уже показывали, по крайней мере, два человека, но очень популярно, за работой аккуратно. Вот, я пальцем буду показывать. Вот. Это, как сказать, создавалось историческим образом, в основном только по наблюданиям. Появлением сверхновых, либо по особенностям спектральных, либо по особенностям кривой блеска. То есть, по спектральным особенностям заметили, что либо нет водорога, либо есть водорога. А по особенностям кривой блеска замечали, что у корокамапса, от новых, есть элемент плато на кривой блеске. Либо она в ленинчестве спускается вниз. И точно также по особенностям спектр нашли тунгерине. n значит нерву, n значит плато. Ага, просто первая. Самая первая классификация, которая вообще заметила. Она, потому что была самая яркая на те времена, когда наблюдали. Так, и в этом обзоре мы в основном остановимся на измерении расстояния до 2p. 2p. Самые успешные сверхновые, которые мерят расстояние среди корокамапса. В основном все в вращении 1a, за них расстояние до 1a. Далее. Нобелевскую премию, чуть похоже. Далее. Это типичное. Сейчас, извините, я ногу подсоединю. Там все просто. Вот. Значит это типичное сверхновое. сверхновое. Давай, начинаем. Дальше. 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 Нございます. Светимое сет strong! Это мощнее сверхновая первого типа. И аж в 100 раз эта кривая блеска была получена в 2006-06, в то время это была первая сверхновая, которая у всех поразила, что она может быть в 100 раз мощнее, чем типичная сверхновая злопа. Сейчас таких сверхновых уже идентифицировали довольно много, и даже некоторые из них при Z2 и 2.4. Дальше чем нежнее наблюдается окно 1А. 1А наблюдает где-то до Z1.7, и по ним уже можно что-то видеть. Это пока обзорные такие слайды. Это типичные спектры сверхновых, которые наблюдают для 2-го типа, где есть водород, и для 1-го типа, где водород отсутствует, но есть кривий. В основном мы будем говорить про 2-го типа, и спектры. Я расскажу, что такое бессильнее, характерное вот это вот загогуленькое. Для 2Н впервые стали наблюдать тонкую линию на небольшой подложке. Мы тоже научились не моделировать, но объяснять это. Первая идея была о надежном месте с графиком. Так, ну, теперь понятно. Это было просто первое поступление. Значит, на сегодня самая популярная модель в космологии с метрикой Фридома радиационного локера или Фридома лиметром радиационного локера. В записи Фридома локера, где содержится кривизна в первом элементе метрического тензора. Это масштабный фактор. Чтобы просто понять, что это масштабный фактор, мы можем представить себе в объяснении Байнберга. Воздушный шарик, на который нанесена координатная сеть, и расставлены какие-нибудь точки, например, галактики. И мы имеем это состояние между точками, или координат этих точек, просто номером лечейки. И когда шарик раздувается, номер лечейки не меняется, а размер лечейки меняется. Вот размер лечейки, как раз в динограмме, это масштабный фактор. А координаты R, T, F фиксированные, то есть все пространство с фиксированными координатами, оно дуется, и кривизна сидит в первом элементе метрического тензора. Чем хороша эта метрика? То, что сфера остается сферой, независимо от кривизма. Это нам очень поможет в будущем. В Вандео-Лишце можно узнать, что в лото есть понятие собственного расстояния. Понятие собственного расстояния включает в себя не диагональные элементы метрического тензора, но в этой метрике они равны нулю. И в том случае, если мы мерим расстояние вдове луча, то есть это эффективно, то вообще остается просто интеграл по первому элементу метрического тензора. Физический смысл такой. Обычно приводят наборы наблюдателей вдоль луча, которые сговорились в один момент времени, космологическому меряют расстояние до своих соседей. Дальше это суммирует, получает так называемое собственное расстояние, пробуя дискусс. Оно совершенно бесполезно, в том смысле, что померить его технически никак нельзя. Итак, как же померить... Если я так буду писать в обеих, чтобы не прыгать, то как это выключается. Так, сфера остается сферой. Значит, точь индексом 0 мы будем называть то, что наблюдается сейчас. Я взял у нас индексом 1 то, что... Индексом 1 будем обозначать то, что случилось там. То, что мы хотим... Я так вам пишу. Там. Сфера остается сферой, поэтому мы можем построить... какую-то сферу. Мы сидим здесь, а объект взорвался там. У нас сфера остается сферой, но площадь сферы можно записать точь-точка в плоском пространстве. Это масштабный фактор, который наблюдается здесь. R1 это абсолютно независимое от времени координатным событиям. Мы хотим ввести новое понятие, так называемое фотометрическое расстояние. На сегодня известны два способа измерения расстояния вне нашей галактики. Если нам известна абсолютно осветимость какого-то объекта, и мы его отнесли на расстояние какое-то и понаблюдали, то мы можем сказать, с помощью вот этих дальнейших рассуждений, ввести какое-то понятие, которое нам будет удобно. Так называемое фотометрическое расстояние. Либо так называемое стандартное линии. Мы знаем какой-то фиксированный размер объекта. Берем-задом, относим его на бесконечность. Ну, в смысле, на большие взеты. Смотрим, как он изменился. Это так называемое расстояние углового размера. Я буду говорить угловое расстояние. Для сверхновых оно не очень хорошее, но это позже обсуждено. Значит, мы взяли сферу, и теперь предположим, что светит точка один с помощью наперед известной светимости. Поток, который мы получим на телескопе в точке ноль, это простое отношение. Так, ну, из метрики мы можем заметить, что Фатон, испущенный из точки один, приходит к нам с частотой, которая меняется с масштабным фактором. Расстояние между двумя цупов, ну, или между двумя событиями, никакими лицами, тоже меняется, ну, вобратно. Да, правильно. Вот здесь надо. Надо было с этой стороны. Ну, ладно. Меняется таким образом. То есть, другими словами, Фатон, испущенный из точки один, краснеет, Фатон, испущенный из точки один, а число Фатон все время получено зеркалом телескопа, меньше. То есть, в действительности, Эль-то надо умножать на какой-то коэффициент. То есть, квадратик. Фанализ. Эль-то есть поток ингресс-тринговой массы в нашем телескопе. Ну, можно еще написать, что красное смещение из этого рожается, если янг профессорально на А, из этих вот формул, то сразу напишу, что красное смещение, когда уже один из гениц, есть А0 на А1, минус 1. Это формула, которая считается известной. Так, и тогда мы можем в итоге выписать для расстояния, поставить площадь сферы. Вот, ура, где-то. Я уже пересканил, 1 плюс z в квадрате. 4, 3, 3, А0 в квадрате, 2, 1 в квадрате. Так. Это всего лишь поток. Теперь надо ввести понятие... Можно спросить, можно... Вы так первые скажете, все это правильно, но, так сказать, публика знакома с выводом, так сказать, красного смещения через масштабный фактор. Можно сказать, хотя бы, что это есть, когда вывешется. А, ну, это... Да. Это подразумевает. Там есть все. Вот, значит, теперь введем понятие, наконец, фотометрического расстояния. Фотометрическое расстояние в самом себе на таких, как скажем, масштабах. Это что-то мнемоническое. Поэтому мы воспользуемся понятием фотометрического расстояния на плоскость Селены, на относительно небольших расстояниях. У нас в косметрике всегда считаем, что диафотометрическое, то, что проминутали, 9 на 4 пиэ от коры. Вот все. Это как вот работает у нас. Здесь почему бы не воспользоваться таким же подобным фотометрическим расстоянием, определением, точнее, по определению. и в небоскость Селенка. Тогда, в основе, с тем потоком нужно писать оно родина и вопрозимое. Все. Это выведенное фотометрическое расстояние, вот в котором содержится безразмерный параметр для родины. Позже от него мы избавимся, но, естественно, не в прителах этой лекции, я просто покажу итоговую форму, потому что она весьма объект. Значит, аналогичный, точно так же, для плоского пространства, используем для маленьких головы. Если стандартный рулет принимает размер R, то расстояние головы диаметром может поменять на слегку малую. Не рулет, а линейкой. Линейкой. А рулет, да? Да. Значит, и получается вот такая штука. Ну, понятно, что D фотометрическое есть DA на 1 плюс Z подряд. Относительно прям-алениких Z близких нам все виды и пропер-дистансы угловой расстояние и фотометрическое они приблизительно одинаковые. А дальше начинаются твичи. Дрампа. Так. Это обрезение. Вот. Это из структуриум Геннадеррайда. Характерный для различных космологических моделей. Для Эйнштейна и Десситера полностью заполнена материя. Для пустой Вселенной и для текущей Ленгус-Изиэн модели различные виды расстояния. Дэйнгус-Изиэн симметрическое Дэйн-А угловое. Дэйн-Ал он так назвал собственное расстояние. И Дэйн-Тэйл это Лайт Тайм-Трэйл время, которое понадобилось свету, чтобы достичь. В общем, такое пределение, которое Когда говорят, что Вселенная имеет радиус 14 миллиардов лет, подразумевается, что свет понадобится 14 миллиардов лет, что для этого у нас в действительности все четыре расстояния на больших Z, таких как тысяча, расползаются чудовищным образом. ДА сходится до двух миллиардов, а если расстоять, то будет на шесть порядков больше фотометрическое расстояние. Мы наблюдаем сверхновые 1А где-то на 1.7, а новые сверхновые суперлюминус-суперновые, часть из которых объясняется идея надежного распространения с волоколозверным веществом, наблюдают до двух, даже больше 2.4 Z. Для чего нам нужно фотометрическое расстояние? Почему бы не воспользоваться угловым или еще каким-то? Нужно ли мы разрешить сверхновым оболочкой ее, чтобы непосредственно наблюдать, как она деформируется и узнать ее размер? Вот в 2022 году Европа хочет в Чили, они уже снесли пол скалы, построить гигантско-большой телескоп. Это вот размер человека. Зеркало у него будет 40 метров. Это будет на сегодня самый лучший, за исключением интерферометов интенсивности, как VLT телескоп, с самым лучшим разрешением угловым телескоп на планете. И с адаптивной оптикой такой, что он может переплюнуть даже космический телескоп текущий, даже те, которые планируются спустить. В этом же месте, где Европейский большой телескоп? Я не знаю. Вот там были координаты, нет? Вот, надо зайти сюда и посмотреть. Скорее всего, тут написан параналог сервота. Может быть, где-то рядом. Но чтобы понять, насколько он большой, вот он. Вот это вот Хаббл, вот это VLT, это кекс, а это вон. Он чрезвычайно большой. Вот это всё в проекте. И вот это тот, который никак не сопустит. А адаптивность, не он столько, как он безблевает? Я не знаю. Я прочёл это википедию. Не, он не вверх. Не просто. На огромном земле у вас возникает схожение атмосферы и нужно в своём культуре сливок пробивать зерно, чтобы турбулент с атмосферы не безблевает. То есть, каким-то образом убивает приближение к турбуленту атмосферы. Ну, я скажу ещё одно слово. Вот наш такой шестиметровый, был из последних, больших, который никак не адаптивился. Просто большой кусок стекла. А там 90 и 100 материалов, всякие композиции. И всё время прогибают с помощью специальных моторочек, зеркалок. У этого телескопа два каких-то зеркала там написано. Там куча документации. Я списал только нужные мне цифры. То есть, википедии проверил документацию, что да, похоже. Но сейчас мы представим идеальный вариант, что вообще никакой проблемы с атмосферой нет. Представим себе, что этот телескоп достали вообще в космос. И будем использовать только угловое разрешение, полученное из размера этого телескопа. Теперь дефекционный претенок. Все примеры для вот этой оттянки будут для 99ТМ. Для сверхновой, которая практически на протяжении всего этого зона будет центральной. Сверхновой с пилохорой. Для неё хорошо научились верить расстояние. Но разные методы дают разную оценку. 50% разброс. Но в среднем уже точно известны различные методы. Хорошо, а расстояние порядка 10 мегапарс. Вот. Значит... Просто из депрессионного предела мы возьмём... Диабрелл. Неудачно по значению. Он... Это диаметр телескопа. Радиус. Вот это некоторое сверхновое, которое мы хотим наблюдать. Фотосфера. Это некоторое расстояние D. Мегапарс, который разрешает... Мегапарс, который разрешает... Мы... Мы уже смотреть на расстояние D, чтобы увидеть всё равно. Вопрос, какое будет это расстояние, чтобы разрешить таким вот источникам. что он может делать. Так. Вот. Значит, расстояние, на котором может что-то увидеть, какой-то... Разрешить радиус объекта... R0. Т. 0. Из моделей 99М показывается, что в тот период, когда фотосфера ещё существует... И она... Ну... На стадии плато. Имеет порядок 10-14 метров радиуса. Телескоп 40 метров. И мы возьмём... Где-то... Для примера, ажгам водорода. Тут предположим, что она будет близка к фотосфере. И как раз... Её, думаю... Для наволны... 40... Ну... 4 тысячи настрём. 10-15. 10-17. Это порядка... Ну, где-то 10-22 метр. Что есть... 0,3 мегапарсета. То есть мы до 0,3 мегапарсета можем посмотреть. 10 раз дальше, чем радиус нашей галактики. А реальное расстояние 10 мегапарсет. То есть мы с помощью даже такого гигантского телескопа... Не сможем разрешить никакое поведение сверхновой. Значит, нам приходится отказываться от углового расстояния работать только с фотометрическим. Углового расстояния хорошо работать только при наблюдении за реликтом. Там как раз из теории известно размер пятнышка абсолютно. Можно его пронаблюдать дальше с помощью различных экспериментов. Значит, если мы избавимся от вер внутри этой формулы, опять-таки, внутри вселенной Фримена, то в общем случае уравнение электрометрического расстояния будет записываться вот так громко. Где этот параметр Хаббл? Я, как обычно, хорошо выпишу. То есть все стандартные формулы, которые нужны, будут... Я, может, буду писать вправо, оставить. А там, кстати, какие-то вот есть современные технологии, которые, как и цель, приляв ДЛРТ могут уменьшить. То есть может быть... Нет, нет, нет. Это хорошо только для микроскопов. Я, честно говоря, не знаю, в чем они тут делают. Интерферометр? Интерферометр другой. Для микроскопов, да, они добились уменьшения дефекционного предела. А здесь почему нельзя, так сказать, это сделать? Я не знаю. А так сигнал на сон, по-моему, входит? То есть, чтобы иметь сверхразрешение, у вас потом иметь сигнал шума? Есть интерферометр интенсивности, как у ДЛТ. Они ползают по своим путям и просто могут разрешить расстояние между какими-то двумя точками. А нам же нужно не просто расстояние между двумя точками, нам нужно померить радиус фотосферы. Между какими двумя точками мерить, совершенно непонятно. Поэтому ДЛТ нам не поможет, хотя у него размеры, в прыжке 100 метров. Вот у базы, немножко, не 40, а 100. Но это, ну, в два раза увеличено. Будет не на 0,3, а на 0,6. А нужно увеличить на... Ну... Так, а в ДЛТ не входит? Что такое? В ДЛТ? ДЛТ не входит. Ну, у нас ДЛТ не входит. Есть такое понятие интерферометр интенсивности, где они могут мерить, разрешать расстояние между точками до 1000 угловой секунды. То есть, лучше, чем нежели все текущие на сегодня телескопы. Это равный диспадок или оптич? Да. Это оптики. Радиус эмпазон довольно открывается, а оптики, ну, у него все текущие. Ну, детали там, я знаю, сложные. Ну, это прямая конференция. Значит, понятно. И ОМИ какая-то параметра плотности... Точнее, отличие от единицы суммы всех параметров плотности. Отличие от единицы процентов плотности материи. И здесь пока считаем, что мы сидим в пределах Вселенной, где уравнение состояния темной энергии, это, в следующем случае, минус 1. Итак, и... Представите, еще покажите. Да. Значит, вот мы как раз с Александром Ильичем обсуждали вот твой экран. Здесь оно такое. Значит, ажжет... Зачем нам все это нужно? Смотрите, у нас есть дефтометрическая, которая мерится непосредственно. Метод позже расскажу. Каким-то образом достают абсолютную светимость, поток наблюдает, получили дефтометрическое. У нас есть ЗЭП, в котором нужно по идентификации линей в спектре определить. Дефтометрическая, неизвестные параметры H0, неизвестные параметры Омега-Н и Омега-Н. Трех... Три свободных параметра и... Огромный набор точек. Дефтосферы за современные Union 2.1 Коллаборации показывают 500 чем-то сверхновым. Они наносятся на подобные плоскости. Разыгрываются дальше... Ну, строятся элипсоиды верительных интервалов для различных Омега-Н до Омега-Н. И вот этот элипсоид, в частности, построен для текущего значения параметра H0. Где-то 68 плюс-минус. Вот. Это относительно свежая картинка, но это из туториума. Дальше будут картинки, которые действительно из научной статьи, но относительно береги, 12-го года. Значит, там как раз на предыдущем слайде было показано, что все, что с этой стороны, будет открыто все. Все, что справа, будет закрыто. И вот только вот на этой тоненькой линии она будет Омега-Н плюс Омега-Н. В одном эксперименте только посверхнул, мы, к сожалению, с такими огромными ошибками не можем точно сказать, где мы сидим на этой плоскости. Здесь, например... 12 секунд. Я не заметил, как вы Омега определили, как это сказали. Параметр, плотность... Ну, я могу... Могу написать? Могу. Просто... Врумалитическое цирк квадратик и врумалитическое по определению это все 8П ньютонское Хорошо, да? Вот, но по-хорошему... Так, что я говорю? А! Из других экспериментов, например, наблюдений за реликтом, находят подобные липсоиды доверительных антопалов, наносят их на такую же плоскость и смотрят пересечения различных липсоидов и здесь просто для примера различными цветами показаны H0, то есть в трехмерном пространстве Омега, Ям, Омега и H0 такая наклонная кривая, которая сюда прямая, которая спроецирована сюда. Но чтобы понять, как в настоящих статьях мы видим, значит, пересекают обычно из трех экспериментов совершенно независимых. Три липсоида для сверхновых, которые получены измерением автометрического расстояния, для ЦМБ, которые получены измерением углового расстояния пятнышек и БАО. Прямо акустической осцилляции Сергея Иванович мне объяснял, лучше вопрос задавать ему, я так и не понял, что это такое. То есть галактика галактика это какая-то отдельная совершенно наука. Пересечение трех эллипсоидов на сегодня дает просто потрясающую точность, что Вселенная плоская. Значит, для модели лендос-эдин с холодной темной материей, и где уравнение с состоянием темной энергии минус единицы тождественных изменений, они получают 0,729. То есть когда обычный, во всяких популярных журналах рисуют пирог, в котором наверх 30% материи осенне-десятионной энергии, подразумевают такие результаты. Значит, в действительности коллаборация Union 2.1 намерили бы уже на сегодня и Хаббл здесь участвовал у Мазинного телескопа 580 сверхновых 1А наносит на диаграмму Хаббла, и лучший эффект соответствует опять-таки вот этому Семьяновичу, мы же не хотели чтобы это рассказали. Нет, детали не надо. Нет, не надо так говорить. Здесь логометр расстояния, а здесь красность Грубо говоря, да, логарифм расстояния и красность это жутко астрономическая прихоть рисовать в логарифмах расстояния, а не настоящих. Ну да, потому что если полинейно, то значит, цветами показаны различные точки и наилучший фит на сегодня как раз опять лендо-сидиан модель. Хотя в действительности по-хорошему в случае, если мы возьмем общее уравнение состояния, то строится куча различных моделей. Например, в статье Судзуки она задается построена для четырех различных моделей. Я покажу для примера просто модель, где W не зависит от Z, фиксирует. Но при этом Вселенная считается плоской. То есть Омега М плюс Омега ДЕ равняется единице. А W сет болтается. Снова у нас оставляя уравнение фотометрического состояния есть Омега М, Омега ДЕ и W. Вот строят теперь относительно материи такие же розыгрыши и получают уже похоже не такие беспрецедентные точности, как для плоскости Вселенной. В модели Омега СДМ и это ее название довольно широкие эллипсоиды с ошибкой. Спасти ситуацию могут дополнительные измерения расстояния при больших Z. То есть надо накинуть какие-то новые способы. Какие способы? Скорее всего могут спасти сверхнов второго типа. Значит это как бы резюме. То есть фотометрическое расстояние в теории известное в зависимости от трех параметров. Есть наблюдаемые пары. Дальше разыгрывают и получают новые эллипсоиды. Как мерить новые автометрические расстояния чуть попозже? А сейчас отдельно про A. Абсолютную светимость для сверхновых 1A. Просто для того, чтобы понять всю сложность, как они измеряются. почему почему это так непросто? Почему так долго не могли это понять? Раньше считалось, что сверхновая 1A стандартная свеча. То есть все время стандартная собственная светимость. И типичная кривая наблюдая с одного и того же расстояния для сверхновых 1A кривая блеска вылетела бы совершенно одинаково. Дальше после того, как начали проверять для достаточно близких независимых способов достаточно близких сверхновых расстояния и наносить кривые блеска, выяснилось, что оказывается это не стандартная свеча. Но ее можно стандартизировать. Это заметил Псковский в 74-м году, а в 2003-м? Нет, в 93-м. В 93-м. Марк Фельпс как скажем, развил немножко эту корреляцию. Сейчас эта корреляция пополняется все большим и большим количеством звезд, но все еще близких к нам. Что это за корреляция? Чем сильнее светит сверхновая, тем дольше она светит. Или дольше теряет свой блеск. Медий. Медий. Да. То есть, грубо говоря, вот так. Вот. Значит, есть различные способы мерить блеск в руку. Самый максимум мерить блеск в 15-й день. И строить корреляционную зависимость. Но самое главное, что теперь, когда мы пронаблюдали несколько... Ну все. Пронаблюдали несколько лет для различных моментов времени, мы можем понять, в какой части кривого кресла мы сидим, и дальше из корреляции восстановить отсюда мы можем доставить электрическое расстояние. В чем проблема основная? Потому что, во-первых, сама корреляция может немножко ползать. в том случае, если выяснится, что мы неправильно намерили стоять на ближайших даже сверхновых. Во-вторых, есть проблема. Возможно, Семен про нее не говорил. Может, говорил то, что с ростом Вселенной, то есть, отправляясь к далеким сверхновым 1-а, там менялась металличность, и они могли взорваться по-другому. А когда мы наблюдаем сверхновые далекие, мы применяем то же самое корреляционную зависимость. Возможно, мы вносим статистическую ошибку, которая липсует систематическую ошибку, и липсует доверительных интервалов поползет, и что-то изменится. В мире существует просто другое количество различных расстояний, метод измерения расстояния вне галактики, и многие из них, так называемые лестницы космологических расстояний, опираются на предыдущие корреляции, получили корреляцию по, допустим, ПП-релейшн, вот здесь, на самом ПП-релейшн, опираются на методы измерения расстояния до цифиид. Цифиид, к счастью, есть прямой метод непосредственный, то есть всего одна ступень. А иногда бывают методы, которые держатся на низких ступенях, и первый из них парамакс. Прямой непосредственный метод измерения до расстояния понятен парамакс. И вот чуть позже это была до веселинка метода. Второстепенный метод, в самом деле, то есть, который опирается на предыдущие ступени космологических расстояний и другие корреляции, здесь подразумевается сверхновая 1А. С левым нижним пунктом надо приписать сверхновые 2П и 2Л. То есть, научились мерить до них тоже расстояние. Но сейчас немножко про... Сейчас будут совсем простые рассуждения, просто чтобы самую соль рассказать. Как мерить расстояние доцефиит? Этот метод предложили в 46-ом году Баладе... О, 26-ом. А в 46-ом Веселин, по-моему, написал уже форум. Мы с Сергеем о чем-то обсуждали, я так и не помню. Баладе сформулировал, возможно, на словах. Я в статье у него не нашел, может быть, не ту статью искал. Может быть. Она в немецком. Да. Для двух моментов времени просто меряют цвет, ну, цветовую температуру, поток, и могут определить для радиуса цифиды просто отношение. Мер 2К радио. По слабым линиям, по спектрам, можно определить скорость фотосферы. То есть, скорость разлета вот этого шара. проинтегрировав по времени, можно получить радиус. Итак, у нас есть R2 на R1, и R2 минус R1. Все, мы можем решить уравнение и получить R2 и R1. потом вы заслоняете через аудиторию. Да. Значит, промерив различные точки радиус для различных моментов времени, и построив модель с абсолютно, так скажем, потоком, находящегося цифиды, и разделив на поток наблюдаемых, мы можем узнать расстояние. Все тут совершенно просто. Видно, что F в ню для различных моментов времени, F в ню для различных моментов времени, R в ню для различных моментов времени, переполненная система, методом на меньший квадрат сжимаем, находим лучшее д. Значит, в чем ошибка этих рассуждений? Что в действительности из спектров цифиды можем достать не фотосферную скорость, которая движется почти в горе дальше, а всего лишь какую-то среднюю скорость, среднюю лучевую скорость. И практически вся физика современного момента связывается к тому, каким образом из средней лучевой скорости достать настоящую, истинную скорость фотосферной. Все статьи про так называемый «оджайший фактор», каким образом меняется блеск и уверчение к центру тени и краю, как можно тут достать? Мы сейчас на это отвлекаться не будем. То есть, мы просто запомнили, что этот метод не требует вообще никакого ограничения на скорость разлета, чтобы она была, как-то зависела от радиуса. и теперь, наконец, переходим к сверхновым два пальца с фото. Значит, Андрей рассказывал про самое начало, коллапс сверхновой, когда за 6 дней до взрыва горит кремний, потом выбрасывается огромное количество электронных нейтринов, потом другие типы нейтринов, и дальше бежит, после отскока или любого другого механизма, который он озвучил, бежит ударная волна по поверхности, жутко разгоняет вещество и выходит на поверхность. Вот этот вот шорт-брейкаут, к сожалению, это редчайшее событие, которое удается посмотреть, есть, нам как раз на зону Томинака рассказывал современные эксперименты по поиску выхода ударной волны на поверхность, но в основном все наблюдатели его прозеркнут, то есть начинают восстанавливать исторически здесь не было сверхнового, а тут появилось, и обычно это позже, очень нежный выход ударного на поверхность. После того, как ударная волна вышла и сверхновая ополочка сброшена, она начинает расширяться. Адиопатически остывать, но все вещество и анизона, и в основном, благодаря тому, что это сверхнового второго типа, там есть водород. А водород, в том случае, если довольно-таки богата водородом, начинает остывать с поверхности. И с поверхности бежит так называемая волна охлаждения или комбинации. Она бежит, и сейчас мы рассмотрим это уже в моделях, значит, представим себе лагранжевую координату по массе. Что это значит? Мы сидим на какой-то поверхности и под нами постоянная масса. Вот у нас много таких поверхностей, здесь написано как раз координата такая. А здесь температура. Это номер дня. Вот этот горбик, это резкий перепад температуры, волна охлаждения бежит. Вот правая сторона горбика, если мы обратим внимание, температура на ней практически не меняется. Но в лагранжевую координате волна в сопутствующей системе отчета сходится к центру. А вейлеровой координате по радиусу, если построим теперь по температуре снова, на двадцатый день она стоит как в копанной. То есть, у нас получается, что нечто шар разбегается, по нему по лагранжевую координате сходится волна, но если смотреть со стороны, она стоит как в копанной и светит постоянная температура. Получается, потом вот такая штукенция. До ста пятидесяти двух дней иногда и дальше до 100 дней. Иногда и дольше там попадет 152. так. Значит. Мы запишем теперь для этого сотруд просто для запоминания, чтобы не было прыжков, что оказывается из моделей дальнейших оказывается можно вести понятие фотосферы. в астрофизике используется для, как скажем, измерения расстояния внутри сверхного оптической толщины. То есть, какое-либо расстояние между двумя точками мегра и динам ватт, это есть интеграл, коэффициент поглощения, д, чтобы совсем на пальцах, коэффициент поглощения пропорционально единицы на дину свободного пробега. То есть, другими словами, сколько дин свободного пробега поместится в этом историке. Все это оптическая толщина. Значит, есть серые приближения динктона, которые рассказывать не буду, просто скажу, что статических звездок, даже в предположении того, что коэффициент поглощения не зависит от него, в статических звездах в приближении динктона получено, что есть дрифт вглубь, там, где там наберется порядок всех видов поглощения растений и прочих суммарных коэффициент поглощений растений наберется где-то есть, то будет некоторая поверхность RPH, на которой которая как бы удовлетворяет на пункт что суммарная светимость всего шара то есть шар радиусом RPH и такой температуры будет давать такой же галометрическую светимость поток умножает 4 да, да, да я неправильно писался это поток умноженных на площадь то есть другими словами это какая-то такая поверхность которая находясь на глубине 2 3 светит как такой вот шар отлично но из численных расчетов оказывается что в том случае если вот эту волну охлаждения не бежит то фотосфера приблизительно висит на этой волне вот как раз ее-то будем наблюдать и мерить до нее расстояние чтобы узнать каким-то макаром дальше автометрическое расстояние значит я сейчас просто напишу первый пункт то что мы узнали что есть автометрический то теперь другие вирус я обещал рассказать что такое PCI линия почему она выглядит стандартно с левой стороны в том случае если отложена длинная полка с левой стороны абсорбционная компания с правой стороны эмиссионная компания почему все линии выглядят именно так значит наблюдатели внизу и смотрят на взрывающиеся сверху поверхность здесь подразумевается вот эта как раз фотосфера в которой мы не видим ни линий видим постконтинуальное входящее излучение все что внутри перемалывается линейшее излучение тут до нас не доходит в континуальное излучение и дальше перерабатываются оболочки оттуда выедаются линии и добавляются абсорбционные компоненты и добавляются эмиссионные эмиссионные так и абсорбционные компоненты а не следить то у нас антитамное излучение а в этих областях как эмиссионная создается так и абсорбционная компонент значит та же картинка но уже с кривой висели с левой стороны наблюдатель и здесь обычно имеют стандарт такой неявный вот здесь обычно меряют в радиус фотосферы а с левой стороны прицельный параметр тоже нормирован на радиусу фотосферы значит это просто геометрический параметр по которому мы болтались с этой стороны тень здесь как раз нанесенные компоненты а здесь абсорбционные теперь небольшое чтобы понять почему выглядят таким образом кривая и запомните еще один факт значит перерисовываем эту картинку z p атмосфера ополочка вещество летит со скоростью b под каким-то углом тента это значит прицельный параметр p прицельный параметр z не надо его r вещество но наблюдатель находясь рядом будет видеть только скорость значит v на посинус тент предположим теперь что излучение исходит из этой точки на частоте минуты на какой частоте поймает наблюдатель что-что вот тут вопрос четвертинка там широк я могу дорисовать потому что место так начальник ни у минус ни ноль это обычный дом vz на c vn от 85 на c и вспоминаем про то что где-то на десятый день модели показывают что сверхновая после того как взорвалась вышла ударная волна за несколько часов для сверхновой 99 и она пробежала где-то на девятый десятый день почти 99% всего высота летит в свободном разлете то есть скорость любого такого массового слова в параллограммовой координате есть rn тогда мы можем написать значит os θ ct и z ct Марат я вам тут сказал что rn привычный чуть-чуть по-кругому радиус каждого косточка равен v на время умножено на время просто взрыв и с р равно vt м зачем перегружать достаточно просто что частота ню зависит от z вся ссорь другими словами если вся оболочка движется свободно то мы будем видеть на частоте ню только один слой соседний слой будет на другой числой я не спорь я просто откуда взялась координат свобода свобода то есть расстояние до некоторого массовой координаты будет лететь свободно и t это время в полет так сказать вот но скорость везде учитывается вот это или скорость нет это конечно да это а это хорошее замечание z да это не красное смещение я забыл сказать у меня тут пометка стоит сказать что не красное смещение z это просто исторический параметр специальный параметр p а z это координата на нас это исторические имена которые во всех книжках по странам используются так значит что мы узнали что указывается в том случае если наблюдатель наблюдает свет от сверхновок на какой-то частоте нюк то приходит он преимущество с одного слова а теперь нужно рассказать некоторые слова про механизм внутреннего выхода с облака что это такое представим себе что мы сидим в одной точке с каким-то регистратором внутри звезды в соответствующей системе с каким-то регистратором который может мерить нюкновение вся оболочка светит на нюкновение но все от нас разлетаются если оболочка разлетается по свободному закону то все от нас точно так же разлетаются как по хаму и тогда испустив с любого направления на меня ручь он ко мне придет по доктору смещенный и я зарегистрировать его не смогу я могу регистрировать только на частоте анимую свои сопутствующие у меня испустили на частоте нюкновение у нас ползло в зависимости от скорости между нами то есть в обратную сторону тоже верно если я испускаю излучение излучения нюкновение благодаря тому что у линий есть крылья какие-то ширины линии могут пересекаться в соседних областях и та область в которой меня могут поглотить относительно близка рядом со мной это так называемая Соблицкая область вот только эта локальная область может влиять на меня и только эта локальная область будет в сравнении переноса участвовать в сравнении переноса вместо интегро-дифференциальных в сравнении по различным путианам и прочее прорабатываться просто в решение вот здесь в локальной точке то же самое для наблюдателя излучение которое вышло здесь оно так и останется некем не поглощенным потому что все последующие слои могут поглощать уже в других частках все на нас смотрит только блин и светит так сейчас правильно замечательно правильно значит в действительности вагонер показал что сверхнов второго типа основным поглотителем так скажем ну в смысле самым большим коэффициентом поглощения является рассеянность огонь к электрону то есть в действительности линии чуть-чуть деформируется и портится когда нас уже не поглотили ни один из резонансных областей дальше а нас портят континуальные то есть рассеянность на электрон так здесь надо записать что мы узнали что для того чтобы померить вот мы узнали что для того чтобы если мы видим какую-то частоту ню мы в действительности меряем я поторопился переключил слайд в действительности меряем скорость частот померив здесь частоту мы узнали скорость той вот какая скорость делина совпадет с фотосфер вот в минимуме в минимуме абсорбционной компоненте точно ВЗ совпадет со скоростью фотосфер отлично то есть надо мерить в минимуме абсорбционных компонентов но благодаря тому что линии имеют различные силы различные ширины В действительности выясняется, что различные минимумы соответствуют, скажем, не обязательно лежат рядом с фотосфер. Например, простейшая, просто водородная модель Dash Nero вместе с Heffler показывает, что в их модели самая сильная шарфа, если померить ее акционер здесь, она на 20% скорость фотосферы, и надо мерить ее по H2, по самой слабой нему. Это уже тонкость очень небольшая, а то все-таки для публики, вот объясните, вот нет, например, ноль, вот где ноль тут в колодке, да? А, ну, сейчас. Нет, пока нет, ну все, нет, нет. Ноль, соответственно, здесь. Марат, на этом бледном графике не видно. Вот хороший график, вот ноль там есть, да? Да. И вот есть скорости, которые минус летит на нас, правильно? С плюсом от нас, да? Да. И вот там мощная линия эмиссии, что называется. Вот это там тысячи километров, что ли, да? Я цифру понял. Сейчас, смею. Вот это вот эмиссионный компонент, это акционер. Да, я понимаю. Но почему? Что такое летит от нас, если я вижу только то, что летит на меня? Какие области летят от меня? Вот это надо, по-моему, пояснить. Сейчас. То, что летит от меня, то, что летит от меня, это эмиссионная область. Я как раз прояснил. Я знаю, но мне кажется непонятно. Вот снова, скажите. То есть вот эта вся область, даже несмотря на то, что разлетается от меня, действительно сосветит на меня. И здесь вещество летит от меня с красным, уходя в красную область. То есть левая половина, так называемая блюса, а это красная. На предыдущие это хорошее замечание. Здесь, тут подписано, я не скажу, левая, средняя и красная. Блюса как раз с левой стороны влияет на континуум. Так скажем. Континуальное рассеяние, рассеяние свободных электронов портит левую сторону. Так, в действительности, значит, вспоминаем про то, что надо мерить в минимуме абсорбции фотосферную скорость по слабым линиям. Это как экспериментальный факт. В действительности, в настоящих методах фотосферную скорость меряют не по водороду, а по железу. Вот эта вот картинка из статьи Десарта, где его модельная фотосферная скорость и скорость абсорбционно нормированную на фотосферную сравнивают. Там, где единица, значит, они совпадают. Лучше всего для различных фотосферных скоростей совпадают абсорбционные компоненты одна из ливей железки с длинной волны 51,69,13. Так, значит, хорошо, мы сейчас запишем, значит, что мы узнали, что есть фотосфера, есть свободный разъем и есть измерение скорости вот таким вот образом по этим плюшкам из спектра на уровне фотосферы. Так, три факта. Значит, у нас... На заряженном? Нет, просто сейчас. Дело в том, что когда промеряют численно различные виды рассеяния, доминируют больше всего рассеяния на реку. А вообще, в общем случае, в общем случае, в общих моделях очень сложно сказать, в общих численных моделях сложно предсказать, какое поведение будет сейчас. Надо считать. Нет, ну вот на электронах растения. Мы работаем не то, что растение, на хорошем использовании кто-нибудь, кто вас не интересует, чистоту света тоже, он может выявлять направление и чистоту, да? Сейчас, ну, если всё понимаем. Ну, это электроны света, но мы можем представлять ансоновскую растение. Да, у нас ансоновская растение. У нас где-то 6500 этого шага. То есть, это совсем не те энергии. Да, энергии фотонов ничтожены. Ну, конечно, поскольку вещество двигается, и, можно сказать, дополнительный эффект есть, и в таксоне тоже такая обычная. Да. Ну, тоже, конечно, он учитывается, но ничего интересного он не даёт, в принципе. Мы о том, что вот вы говорите, что блин, вы видите только средства, которые возрастут. Ну, это и правильно, это без учёта растения. А растение будет... Да, это все рассуждения были вообще предположены на вообще полностью эту сторону поглощающую пространство. Просто чтобы показать, что в линиях у нас никто уже не свой. Но в действительности растение, я это сказал для вас, потому что оно немножко портит, смещая левую сторону линии. И из-за этого абсорбционный компонент тоже будет ползать. Такое и есть, действительно. Поэтому для того, чтобы поймать, померив скорость материи на уровне фотосферы, да, нужно строить модель, чтобы чётко её поменять. Значит, можно набрать. Вот. Это экспериментальный факт. Нет, не совсем. Всё-таки она очень слабенькая. Просто слабость, видимо, дорогие линии резонансные. Они, так сказать, поглощают сами довольно сильно. Чем сегодня линии поглощают, тем... Вот в солнце, я не знаю, кто её смотрел в фильтры или картинки, Значит, так мы в континул видим такой чёткий шарик, никакой структуры. А если в линии от шальфа посмотреть, уже появляются там разные выпуклости, структуры. Потому что в линии от шальфа мы до конца до фотосферы не видим. Это мощный поглотитель, сам по себе. В движущей среде... Нет, вы как раз сами сегодня спорили на эту тему, а так и пишешь по праву. Я принципом объясняю. Но когда линия сильная, она совсем до фотосферы не даёт вам взглянуть. И вот по этому проекту видно, что когда больные русские линии водорода, даже в движущей среде, где она как бы посветляется, всё равно они не доходят до уровня фотосферы. Да, это правда. Из-за огромных крыльев у сильных линий, они в действительности успевают поглотить и, так скажем, сдвинуть границу, с которой мы видим линии. А на слабых линиях мы видим глубже. Но вот выяснилось экспериментально, что даже несмотря на то, что аж гамма слабая, но почему-то железо доходит в статистическое лечение. Это, по-моему, не зловое железо, то, по-моему, ферма-малка, да? Да. Которое всегда... Она такая слабенькая, что всегда быстрая. Скорость, которую она не измеряет... Правильно сказать, это экспериментальный факт. То есть, по-моему... По-моему, экспериментальному, теоретическому... Ну... Нет, ничего подобного. Железо летит так же, как и на розыске. У нас светло, которое летит со скоростью 20 тысяч... 50 тысяч километров в секунду иногда. Ну ладно. Так. Значит, мы узнали радиус фотосферы. Узнали, что у нас есть свободный разгляд. Узнали, что мы померили скорость вещества на уровне фотосферы. Но сама фотосфера, как мы помним, движется по веществу назад, и скорость ее отличается. Вот. Но благодаря тому, что у нас свободный разгляд, между ними есть функциональная связь. Значит, опять, мы можем мерить не радиус фотосферы, а скорость вещества, момент времени, который померили, и неизвестный параметр Т0, как раз... Вот можно тут подчеркнуть как раз вот та форма В равняется Р делить на Т, это вот эта вот форма. Вот. Только Т0, наверное. Т0 в момент вот этого изменения скорости какого-либо массового конца по времени, он выходит на свободный разгляд, и Т0 это пересечение этого графика вместе с точкой. Неизвестный параметр. Значит, первый неизвестный параметр Т0, второй неизвестный параметр Д. Здесь представляем что? Выражение. Опять, мы знаем эфир в зависимости от времени из моделей. Мы знаем эфир в зависимости от времени из наблюдений. Знаем... В или нет и Т. У нас неизвестный параметр Т0 и Д. Достаточно двух таких измерений, чтобы уже померить расстояние. В действительности учитываются... В поглощении межзвездной учитываются различные поправочные коэффициенты, по которым отдельно набирается большая статистика, строится, и с огромными ошибками, ну, плюс-минус 10% выдают расстояние до сверхновых. Значит, что за поправочные коэффициенты? Это основная, главная боль этого метра. 10% считается огромной ошибкой. Что еще раз? 10% считается огромной ошибкой. Ну, нет. Ну... Вот, значит... В действительности. Да, в действительности. Модельный поток обычно эмулируется в черном теле. Из спектра, по наклону и прочим, мы можем получить только цветовую температуру. А как я уже говорил про фотосферу, она соответствует потоку эффективной. То есть, здесь подставляется черное тело с эффективной температурой, а меряем они цветовую. Значит, надо проводить поправочный фактор. Почему ZIT в квадрате? Потому что обычно ZIT вывозят наружу, и получается ZIT и RPH. Значит, что такое фотосфера? Из-под фотосферы мы не видим никакие линичные излучения, а оттуда выходит континуальное излучение, полностью переработанное. ZIT и RPH опускают чуть ли не вниз эту поверхность до так называемого радиуса термализации, где все излучение в действительности зарождается при цветовой температуре. Каким образом посчитать радиус термализации, для этого придется строить модель в другом способе. Поэтому различные физики оценивают ZIT из своих различных моделей и ищут различные координаты. Корреляция между ZIT и цветовой температурой. Кто-то находит. В группе Сергея Ивановича корреляцию такую опровергли. И вот здесь, где 99ЕМ, различные методы. Красные показаны EPM в зависимости от года. Где-то 7,5, а где-то 13,9. То есть, различие в действительности 50%, но сейчас сходится ко мнению, что 10 – правильный результат. Ошибки, на самом деле, весьма приличные, если вообще посмотреть всю эту статистику. Так, значит, мы узнали в первичных способах измерения, про способ измерения, так называемый expanding атмосфер метод. Как бы мне встать там? Метод расширяющихся атмосфер. Ну, в действительности, мы использовали два раза построение модель для того, чтобы воспользоваться EPM. Первый раз для того, чтобы доказать, по какой точно абсорбационной компоненте есть скорость фотосферы. А второй раз для того, чтобы построить коррекционный фактор. Не проще ли вообще построить такую модель, которая симулирует не только кривую блеску, но и спектры вообще. Этот метод придумал Барн. Леди Барн назвала его СИМ – Spectral Fitting Expandent Phosphere методов. Этот метод просто развитие экспандент-фотосфер методов. В том смысле, что если у нас есть модель, которая отвечает на все вопросы, тогда нам нужна фотосфера. Мы можем просто подобрать какой угодно шар с нужным радиусом, с нужной температурой, которая выдает такое же биометрическое излучение и посмотреть, как он меняется. Вот. Но как в действительности строится и симулируется спектр? Это отдельная совершенно тема для отдельной лекции. Это весьма трудоемкое занятие, но вкратце в двух словах происходит следующее. То есть помимо того, что симулируется гидродинамика или кладется руками какая-то термодинамика, перенос в контину или кладется руками какая-то, всегда нужно добавлять перенос в линиях и решение кинетических уравнений. Значит, перенос в линиях я не рассматриваю, поскольку довольно объемные. Мы рассматриваем отдельно просто кинетическое уравнение. Здесь написано кинетическое уравнение в общем виде вместе с фактором от лекции. И в общем случае, если у нас, мы все-таки хотим оставить зависимость от времени, мы называем это подход time-dependent, временно зависимый. Это то, что вероятность изменения населенности уровней с J на I. Гуляем между различными уровнями, электроны прыгают, мы считаем населенность этих уровней в атмосфере. В том случае, если мы хотим отказаться, вот считаем, что система успевает, несмотря на то, что она разлетается, успевает выйти на стационар и в целом населенность и все время не меняется, называется стейт-стейт-эфоксиморш. Практически весь мир считает в этом приближением и до сих пор неясно, нужно ли учитывать какое-либо изменение во времени населенности. То есть, если посмотреть на атом водорода, что такое населенность? Количество электронов на каком-либо уровне. Представим себе, что у нас электрон может возбудиться, перейти с уровня 2S на какой-нибудь 3, спуститься вниз каскадом, излучиться ударным образом, подняться снова вверх, подняться на 2 пояс, свалиться ударным образом, подняться на 2S, запрещенно свалиться по батонам. Вот они все так бегают. И если включить так называемый ЛТР, бокально-термоническое наисе, то каждый из этих каналов будет вверх, вниз, запрещенно. То есть, стрелочка вверх, тождество равняется стрелочке вниз. Стрелочка вверх, стрелочки вниз. Хорошо. Если же теперь отключить ЛТР, считать настоящую генетику возник, но какие-то другие треки. Стрелочка 1, 3 соответствует каким-то большим каскадам. То есть, полностью уравновешивается. Все эти каскады находятся в уравнении. И тут, бах, мы добавляем какой-нибудь новый переход. Разбиваем на тонкую структуру и включаем двухфотонный процесс. Вся эта равновесие сползает в струк. Вот, поэтому довольно, как скажем, неинтуитивный процесс, как термономическое равновесие переходит к стационарному. И на конференциях часто можно видеть, что вот три спектра какой-нибудь ремиссионный компонент, а потом они считают мелким и должны появляться абсорбционным. То есть, это неинтуитивная вещь совершенно. Но, к вопросу теперь о том, почему вообще могут населенности меняться по времени. Ведь атомные времена – это просто копейки. А успевает выйти к равновесию за время разлета сверху. Но, в действительности, у водорода есть запрещенный уровень 2С. И число переходов в единицу времени с 2С на 1С – это всего 8 переходов в секунду. И, в том случае, если мы остаемся на уровне 2П, которые у нас ударным образом сшибают вниз на этот 2С, то и спусканием одного фотона мы не свалимся, мы свалимся с спусканием двух фотонов, двухфотонных излучений. Время жизни на этом уровне существенно удлиняется. И практически водород оседает на этом уровне и конкурирует два процесса – сбросить вверх с помощью протонных ударов, которые здесь важнее, или спуститься двухфотонным вниз. Так время рекомбинации сильно замедляется, и может уже быть таким же, как характерное время изменения параметра сверху. Значит, нужно в уравнении кинетики вместо этих П, эти П уже по времени могут приняться. Значит, надо включать в зависимости от времени. Это кошмар. Придется, как сказать, учитывать еще большее количество параметров. Но и до сих пор этот вопрос остался неясным. То есть… Электрическое поле, оно же там не может считаться как-то с долгоживущими властью? Сейчас… Ну, то есть там… Я понял вопрос. Это к вопросу об уширении линий, но… Это выяснилось… И спаля свечивается мгновенно. Там чуть-чуть надо электрическое поле… Сейчас… Ну, есть ли электрическая поле сверх-ном? Сергей Ильич, есть электрическая поле сверх-ном? Есть ли поле сверх-ном? Есть ли поле сверх-ном? Я просто не знаю, как я. Нет. Ну, совсем немного, что… У нас поляризация. Хороший вопрос, я не знаю где это. Мы учитывали только протонный удар. У нас на самом деле вся динамика всегда, как масса сидит в протонах, ее мы находим, а световые давления, например, на электроны действуют, поэтому всегда возникает поляризация плазмы любой звезды, любой сверхновой. Поэтому для того, чтобы протоны тянулись дальше за электроны, на которые идет световое давление, потому что... Сергеевич, мы же не знаем. Нет, мы знаем, что сверхновых очень световое давление больше световое давление. Нет, я имею в виду, что может действительно вот это что-то изменится. Нет, я не говорю, что надо просто поле, мы можем поле осуществить, а вот тогда эти физики нам скажут, а вы такие не физики? Ну, в общем, мы считаем, что с 2С на 2П эффективнее всего прыгает за счет протона доставления. Такие константы, с таблиц, а про электрическую полную литру будет. Это очень интересная вещь. Так. Ну, мы просто перегибируем. Перед, так сказать, историю измельчируется. То есть у вас станет определенная энергия, это не С, не П, а там... Так, ну, теперь переходим к третьему типу. Ну, да здесь, Марак, самое интересное, мы тут говорили, что в Казани я должен успел разглядеть. Нет, я просто говорю, что мы умеем симулировать спектр таким образом, и вполне возможно, что электрическое поле сместит здесь равновесие. Да, это новый вопрос. Как раз вот эта вся стационарная картинка сползет, про которую говорил различный трек 1-3, запирается другим каскадом, как-то изменится. Покажите, если вы меняете силу линии именно, в учет ничтожных эффектов страшно меняет эффективность. Да, эффективность сильно меняется, но здесь не вещаем трансформу. Ну, а что, с чем здесь трава, красная? Значит, черная линия, это так называемое супер-левое приближение, когда считаем, что между компонентами тонкой структуры водорода просто обычное бойцинское распорядение. Если же действительно включить в тонкую структуру и считать честно все переходы, все удары, то он начинает светить ярче, но здесь на этой картинке не учтены протоны. Протонный удар в тонкую структуру важнее, чем электронная. Аналогии можно привести, там, 5-рублевая монета и одна копейка. Когда копейка сталкивается с копейкой, то меняется, может сильно измениться энергия. Когда 5 рублей сталкивается с копейкой, обычно меняется только направление, но не энергию. Можно вы не скажете, что у вас учет только структура, существенная лозы, влияет на организацию? Да, да, не только у нас. Это что-то фантастическое действие. Это, это... Собственно, поэтому можно говорить, что... Это жизнь не водорода, 2-3-2, какое же время, 2-1-2. Этипический депольный период. Сейчас. Это известный факт, так называемый запиранием. 10 пуска в гору. То есть, время жизни вот этого... Какое? Оно, он в основном там высвечивается на 1-1, а не на 2-1. Какая мысльность? Вот даже добавление просто маленького двухфотонного не звучит. Я понял. Еще вам тут наш такой вопрос. У нас этот переход 2-1, лайн-а-лайн. Их это будет 10-8, 10-9 и все. А, да, забыл сказать. что канал 2-1-1 практически запер? Количество папы в затерафлено Vouлон Минис настолько хорошо запер, что считается просто... Как бы... Маленький, и маленький канал 8... Это, кажется, одинартный? И маленький канал 8-8 портит все равновесие. И для того чтобы вот это учесть, следует учесть на том, что... Я дальше уже занято która не будет это сказать... То есть, это так называемый эффект закалки в космологии. Это известный факт, но действительно... Главный эффект, который мы тут лаборатория физики проверили, что вы родили Лайблайнф-патон, а он что? Он в бане, он остается, у него ужасно маленький путь пробега, он практически не выходит. То есть, у вас 2П и 1С радовы заселены? Да, можно сказать так. И поэтому, в переходе понятно, представляете, даже из мнения вот этой вот ошибки в кофициенте ударов, может полностью поменять всю картинку. То есть, учет или неучет протонных ударов тоже может поменять всю картинку. То есть, переход 2П и 2С, он просто в широкую, потому что частота очень нравится. Говорят, запят. Или какой вы сказали переход? 2П и 2С. 2П и 2С, они практически рядом. Ну, это Омега в кубе... Это толпая структура, в действительности, 2П. Еще раз пьет на 2С. То есть, у вас пошли на эти самые... Магнитно-друппольные переходы? Да. Магнитно-друппольные. Магнитно-друппольные. Я здесь учитываю электроны только в первом приближении. То есть, дипольные. Друппольные. То есть, магнитно-друппольные переходы? Да. Магнитно-друппольные переходы? Я использую flexible atomic code, там просто других данных нет. Возможно, если появятся другие данные для доработки... Вот, как раз опять же здесь. Да. Добавление новых данных может изменить картину. То есть... Вы картину, наверное, как говорится, когда вы, так сказать, отдавлявшицы, да? Нет, нет. Нет. Имеется в виду, что в действительности количество... Я имею в виду, что численный расчет, каким образом все эти штукенции, как населенность и поплывок, далеко не очевидны. То есть, открытие просто небольшого канальчика, полость все спускает. Возможно, здесь изменение... Добавление новых типов переходов тоже изменит картину. Это надо считать. Это не интуитивная вещь. Поэтому... Вот просто чудовищный эффект. И... Нет, нет. И этот эффект... Вес протонных ударов просто в первом приближении. Естественно, если мы начнем все учитывать, то, возможно, снова вернется и линия затопа. Но весь мир считается приближением равновесия. То есть, между 2С и 2П, терминальности... Потому что у вас тут лянька и туда-сюда гуляли, там же температура, конечно, не замазывается? Что? Это как раз ПСИГН, про который я как раз рассказывал. Это линия нестационария, а то, что видит наблюдатель. То есть, это не замазывается? Да. Нет. Это как раз вот эти вот... Нижние слои. Различные слои на разных... То есть, ПСИГН, структура просто здесь нет. Но я хочу перейти все к следующей теме. Сверхновая с тонкими линиями. Значит, если для сверхнового 2 типа П был важен свободный разлет, то для сверхнового 2 типа, к сожалению, свободного разлета нет. И Сергеевич... Да. Какие все-таки переходы у Вас основные, там, в этой кинете? Учтены, в флексибулатомикод учтены все переходы до десятого уровня водорода со всеми тонкими структурами. Нет. Вот в этом, вот в 2П, 2С, в паре... К сожалению, это только электроны дипольные. То есть, квадрупольные... Что сейчас? То есть, дипольные или дипольные? Только дипольные, да. И между дополнительными тонкими структурами. 2П-дриктора и 2П-риктора. Да. Вот эти. И учтены еще... Кроме радиоцина, учтены также удавны с электронами. Но ударны с протонными и не учтены. С протонами. Возможно, нужно будет еще удары с нейтральным атомом гелия. Тогда вот все изменит картину. Тогда равновесие между 2П вернется в нас. То есть... Здесь вообще нельзя отвечать? 2П просто нарисован. Да. Это просто картинка. То есть... 2П на вторая, 2С на вторая... Там не такое расстояние. Там есть 2П на вторая. Это выражение с 2С на вторая. Да. Нет. Сейчас. Не пиво. 2П на вторая. 2П на вторая. 2П на вторая. Все введено. Все в ходе присутствует. С различными переходами. Удары с электронами и с протономами. О! С протономами нет. И радиативные переходы. Но только дипольные. То есть... Если они разрешены, то только дипольные. Там другие предложены. Зачем? Нет. Я как раз и говорю про то, что в том случае, если на какой-нибудь далекий вверх подняться в тонкой структуре в тонкой структуре разрешить в тот дипольный момент, то, возможно, как-то изменится вся полностью картинка. Не так драматически, но чуть-чуть ползает. Надо считать. Не интуитивно. Поскольку у нас с огромной степенью точности сбалансированы 2p и 1s. Возможно, новый каскад достаточно одного электрона, который сместит все равновесие. То есть... Вот. Можно я тут проведу свою любимую новую? Почему ничтожены какие-то эффекты? Вы имеете в стратегическом ответы? Совершенно из другой области, но тоже из наших сверхнов. Мы знаем, что электромагнитная процесса на много-много порядок в замене славы. У нас баллапсирована звезда, все электроны, без электроны и там фатроны заперты страшно, и сеньшение, которое там на 40 порядков меньше, нитринное. Идет славный процесс. И все охлаждение ядра, вся эволюция ядра идет на славный процесс. А все, что сильно заперто, оно и на то не влияет. Поэтому, когда сильно, страшно заперто, лайн-лайн, тут не на 40 порядков, а на 80. Нам нужен учет совершенно ничтожно, казалось бы, эффектов, чтобы все дальше проработали. Все, что заперто, уже становится неинтересным. Оно не влияет на валютную систему. Есть просто товарищи космологи, которые все это посчитали в клубе. Но не такие электрогрогнитные доносы. Возможно, на наших доносах. Возможно, на наших доносах. Потому, что это мало. Значит, туда даже пересчитали. Вот вопрос. 2p и 2s будут находиться в терминомическом анализе? Или... Не будут, не будут. Вот все считают, что будут. И весь мир считают, что будет обычное терминомическое. Понятно. Ну и будет, то с чего бы оно будет. Ну, вернее, если у вас такая бесконечная температура, что, так сказать... Ну, так не может быть. У вас... У вас основное состояние. Один раз. Здоровенная температура. Вы начинаете заселять 2p. Очевидно, что 2p 3 вторых и 2p 1 вторая заселены одинаково. Потому, что там тонкая структура перед этих температурой. А 20-го мало заселено. Потому, что, ну, не хватает, так сказать, температур. Если она не так ограничена. 5 тысяч. Ну, потом уже надо и видеть, так сказать. И только они с температурой берут все эти фотоны. Ну, это же время релаксации. То есть, у вас на 2s он будет равновесный. А на 2p 3 вторых квадравновесный. Да. Просто 3p 3 вторых практически современные, так скажем... Коды свернули. Считают, что они находятся в терминомической промиссии. И просто по статусам воздает его населенность. И оставшуюся населенность на 2s считают с нее в двухфотонный переход. Мы решили честно посчитать здесь кинетику между этими элементами. Но благодаря тому, что мы разрушили в ходе равновесия, нам приходится учитывать все процессы перехода между ними. А там это как ящик Пандоры. Открыли, значит, протонный удар придется учитывать. А протонный удар очень плохо известен. Значит, любое, что в протонных ударов сместить здесь в равновесие. И тогда поползет вся картина. То есть, это такая штука весьма тонкая и непонятно, как с ней орудовать. То есть, космологи... Честно сказать, не обнимая. Там короткие и самолеты. Ну, они космологи. У них, знаете, остальные истории. У них другие подрости, другие применения. Нет, нет, нет. Эти барм, которые как раз придумывают сим, они как раз и давят. Потому что, возможно, тонкая структура важна. Что-то они посчитали. И сказали, что, оказывается, эффект тайм-дефренденс не важен. Потому что гасится каким-то макаром тонкой структурой. Там настолько статья, как написано просто, что у нас получилось. А что получилось, непонятно. Ну, тогда сделаем так, что у нас и... Ну, вернее, какой это может быть? Какой это может быть? С электрическим полем. Я хочу перейти к следующей. Я могу. Почему же не мне? Когда Электрон оказался на луне в АП, Через 2С, вообще-то не переход, он так равно останется. Потому что эти переходы чудовищно сбалансированы. Единственный способ оказаться и остаться у него на первом уровне, это ударным образом переместиться или радиоцизм на 2С, и свариться потом, потом, не кому. Это, так называемый, эффект закатки. Время рекомбинации при этом сильно выращивается. Как раз я правильно говорил, что газетающие курсы сеняют, обратили на этот эффект в космологии и снили... Какое там заменение вообще во всем этом деле? 10 десятых частиц, но на кубических сантиметрах, концентрация. То, что 2П, 3, 2С, 1С и 2П, 1С и 2П, 1С и 1С, это только чисто в фоновском поле в атоме водорода. Если вы возьмете какой-то другой атом, там, где-то, там, где-то, там, что угодно. Там 2П на вторая, 2С на вторая, они неровности их, так сказать, отличаются. Потому что... Там, по сути, этого, фоновского выражения. И там эти характеристики, они совсем другие уже, понимаете? Но вы это берете, а? Да, у водорода. Так я не понимаю, но там, это же не просто водорода, а где-то там, где-то, вакуум. Нет-нет-нет, честно. Речь идет, это самый, как скажем, дымбамбанс-элемент. Там его огромное количество на росте скривого блеска. Ну да, там же соседи и куча водородов. Даже просто, чисто для водородной звезды. Нет. А в академических... Сейчас кучится для одного атома. Соседи мы не учитывали. А, вы в смысле, в какой-то смысле, если кто-то подлетает вообще? Ну так. Немножко сквоза тонну? Лотная штука. То есть, вопрос. Леник, когда вы, скажем, смените потенциал клонос для какой-то другой, у вас 2П-2, 2С-2, они тут же расщепятся. У вас будут все эти тонкие структуры примерно одинаковые. Нет, тут все-таки надо понимать, что это для сверхнового блона 10-10-й атомов у зароза, это очень глубокий вакуум для лаборатория. Не забывайте, что там где-то соседи просто так не влияют. Как дела у вас там? Есть лаборатория, я не знаю, лаборатория 10-й частиц? То есть, одна миллиарда. Электричество приходит, когда возникнет. Электричество? Да, глобально. Да, это другое. Электричество довольно точно есть, да откуда? Вот я спросил от Сергея Ивановича. В любой атмосфере, любой звезды, в земной атмосфере, у нас электроны хотят по массовому распределиться с нашей температуры, это массовый, да, в тысячи раз меньше. Они хотят улететь. Все устанавливается в статическом равновескопе благодаря электричеству поля 100 вольт на ветром. Примерно. В земной атмосфере? Да. А в этой самой солнечной, там больше. А при взрыве сверхновой еще больше. Ну, я и за цикл, в смысле, там, это надо проверить, масштаб какой. Градиент тоже важен. Я хотел бы подтверждение. Вот смотрите. Казалось бы, из общей такой физической логики, у вас есть время релаксации, есть время термализации, есть время в процессе, когда вот эта валюта вот меняется. Вот. И если у вас это есть время термализации валов по сравнению с временем эволюции... Характерно временем изменения параметров. Обязанно у вас установится термализация... Стационар, да? Нет, стационар. Но термализация. Больцева? Другую. А, нет. Становится стационарно, потому что один Больцева. Какой Больцева? Стационар. Стационар. Я как раз про это говорил в самом начале. То, что устанавливаются какие-то сложные треки. Один-три... А, расскажите, какой-то процесс, который выклонился на брат. Ну, утром будет тот же двухфотонный переход. Ну, да. Вот, собственно, вот он здесь. Если два фотона прилетят, давай я... Самое главное, что двухфотонные... Два фотона могут быть заперты в этой бане и могут снова поглотиться, чтобы это рассчитать. Космологи каким-то образом, в общем, в ходе клуба они смогли что-то посчитать, у них отлично получилось. Вопрос в том, что при наших трудностях, похоже, никто это еще не сделал. Чтобы это посчитать честно, все весь перенос, надо тогда считать перенос в континууме, перенос в линиях честно, вместе с гендеринамикой, с термодинамикой. Таких кодов пока нет. Есть только Леди Баун вместе с Фениксом. Нет, Марк Баун, вопрос гораздо проще. Надо указать цель процесса, который... То есть, другими словами, будет не термодистра на месте, а стационарной на месте. Когда от одного перехода, соответственно, не один, а грозь перехода. И вот эти трейки все вместе весят и болтаются, могут вдруг снова столстеть, если учесть снова. Это так называемый НЛТР. То есть, честно, НЛТР в кинетике считается очень сложным. Вот, осталось полчаса. Я хотел закончить. Продвольно. Значит, а... А, ну, вообще-то... Нет, на самом деле еще... Соскакивает. Значит, для сверхновых второго типа с плато 2-3 метода измерения, они требуют свободный развязок. Сергей Иванович вчера говорил про сверхновые, 2Н как кандидата на ГРБ, а точнее, неправильно сказать, связь с ГРБ. Но мы сейчас не будем вообще рассматривать глубинную физику сверхновых 2Н. Нам достаточно просто, в силу того, что неприменимо свободный развязок старым методом не работает, можно придумать новый метод. В сверхновых 2Н на небольшой подложке из широкой линии, из тоникой, тоникой. Впервые, как раз, надежные, предположили, что, возможно, аркарь композиции из двух линий соответствует двум видам летящего вещества с разными скоростями. Томкие – это медленно летящие вещества, широкие – это быстро летящие вещества. Каким образом может оказаться тоник медленно летящего вещества? За быстрым, до какого не мог отсюда? Значит, он впереди. Значит, неизбежно будет налетание быстрого вещества на медленно летящее. Значит, есть так называемое околозвездное облако, или ветер, или предыдущий взрыв. Главное, чтобы он был достаточно плотный, для того, чтобы в момент удара произвести огромное количество энергии. Как было на первой самой картинке с кримином Бреска, он был в сто раз ярче, чем нежные характерные 2П. Это картинка для иллюстрации заработок из метра, где он как раз показывает, что очень-очень-очень тонкая длиня, в соответствии с веществом летящим 200 км в секунду. А это характерная скорость сброса оболочки сверху. Даже бывает вещество летит со скоростью 10 км в секунду. Широкая линия Широкая линия быстрого летящего Я как раз вот здесь показывал, кстати, про вот эти вот различные истории. Чем дальше мы здесь загорались, тем быстрее скорость, а чем быстрее скорость, тем больше окна не едет. Да. Это картиночки в тех серверах, что здесь для свободного раздета. А здесь мы имеем картину, для свободного раздета как вот это перерывно, вот этот переход. А первая связь остается как доволок. Вот. Сильнее сползает по дублеру. Быстрее движется. Забавно, что вот там в Амбриске прямо в космосе и в Валерии ты прекрасно видели. Миссия. Да. Сергеевич вчера это рассказывал, но я сейчас вкратце повторю, что действительно... А! И Семен даже показывал видео в конце, которое сразу интуитивно понятно, что происходит. Налетает быстро летящее вещество, оно медленно летящее, сталкивается, дальше расходятся две ударные волны, и расчеты показывают, что эти две ударные волны схлапываются в тонкий слой, который уже вместе движется, и практически вся в его системе отчет кинетической энергии налетающего вещества все излучиваются, и он постепенно начинает дуться, и через какое-то время в случае каких-то введенных руками в расчетах нейронолистов разлетаться. Но на период роста кривой блеска им можно воспользоваться как шар светящийся. Он разлетается, этот шар можно пронаблюдать точно так же, как любой другой шар за предыдущей язву, и так далее, и прочее. Это вот расчет Сергея Ивановича Бинникова, хотя первого автора Чудай. Вот. Резкий всплеск на два порядка вверх плотности. Я не сприхотя первого автора Чудай. Нет. Ну, расчет будет. Вот. И вот это интересная картинка. Мы вот здесь вот были в Новосибирске в 2012 году в сентябре. И позвонил Сергея Ивановичу и сказал, что представляешь спиртновый выход, который уже взрывался. А взрывалась она до этого два раза уже. Вот. И, собственно, когда в первый раз ее нашли, ее занесли в патологию как в 2009 IP. То есть взорвавшуюся в 2009 году, и в то время ее, как скажем, классифицировали как спиртного второго типа. Но вдруг выяснилось, что она взрывалась второго раза. Стали задумываться, и вышла какая-то небольшая часть статей, потому что она не очень яркая. А потом взрывалась третья раз. Она была вахована как суперлюмина суперновая, которая в сто раз ярче, чем нежели любая типичная сверхновая второго типа. И стало понятно, что, похоже, это необычный объект. Их называют вот таким не очень ярким взрывом. И самим постис. То есть, как бы не до сверхновых. Мальчики мимикрируют сверхновую и обычно соответствуют это одна из теорий ярким голубым переменам, которые по временам сбрасывают свою оболочку. Пыхнул один раз, полетел с медленной скоростью второй раз, а третий раз взорвалось как настоящий сверхновый, и все сгребло, и случилось. что там было? Нет. Здесь плато не может быть, поскольку другая физика. Мы уже светим не за счет, как в тех расчетах, оболочка разлетающейся. Она не была разлетающей. Нет. Ее кривую блеск испортила вот эти две ударные волны расходящиеся, которые начали в сто раз ярче светить. То есть, если бы не было никаких если бы не было никакого вещества рядом, то возможно она взорвалась как с обычным плато. Просто эта вот гипотеза за надежную грязную по 85-му. Просто гипотеза никто никогда не видел, что сверхновая водохранка взорвалась. Вот, пожалуйста. Вот уже первый раз, четыре раза взорвалась. Прямо живая. Да. И в то время вышла статья Пасторелла, которая считала, что это не последний взрыв, и мы увидим еще. Да. И возможно знаменитый 2006 джувай непосредственно взрыв предыдущий нашли в каталогах. О, по истории наблюдите. Так вот. А точно одна и та же звезда? Да. Это точно одна и та же звезда. Мне прилили. Да. Более того, в каталогах нашли нашли сверхновку. Да. Более того, меряют же расстояние, смотрят. Так. Значит, каким образом измерить расстояние вот до такой сверхновой, в которой образовался тонкий слой? Исключительно благодаря расчетам, а я эту картинку всегда, к сожалению, не ставил, эта сфера, оказывается, прилипает к этому тонкому слою и движется вместе с ним. Значит, в том случае, если мы меряем, опять-таки, опять нужно строить модель, чтобы точно удостовериться, что по слабым линиям в абсорбционном компоненте мы точно увидим скорость этого слоя. вот по слабым широкой линии, по слабому компоненту меряется скорость быстро летящей оболочки, и она тождественно равна фотосферной скорости. В отличие от этого метода, где мы меряли скорость вещества, но у него фотосфера, и сама фотосфера бежала внутрь к веществу, здесь фотосфера бежит вместе с веществом. Значит, в любой момент времени, когда мы меряем скорость, ой, я показываю на экране, в любой момент, когда мы меряем скорость тонкого холодного слоя, он равняется скоростью фотосфера. И, промерив несколько таких точек, мы можем, как скажем, постановить с неизвестным R0 набор вот этих параметров, вот этого мерения. Хорошо. Теперь, приближение черной темы. Опять-таки, как я там показывал, для испанников фотосферной метод, вместе с неизвестными диетофакторами, которые соответствуют сползанию выходящего излучения из фотосферы чуть глубже, или надней. Эта фотосфера определяется исключительно не тематически, как правило, Мы можем определить из спектра цветовой температуры. Можем посчитать из большого количества моделей различных диетов. Пока в этой работе мы диеты считаем равным в единице. То есть, считаем, что излучение световой температуры уходит именно с фотосфера. Возможно, это ошибка, но вряд ли бы сильно набрали, потому что... Да, естественно. Потому что последние ошибки для 2005 July поглотят все, а не 30%. Вот. Отлично. Теперь, общая формула свечебного поглощения выглядит таким образом. Мы намерили dPr, мы намерили различные температуры, различные потоки. Неизвестный параметр d, неизвестный параметр ржной. Это... nu? Это не частота, это полоса. Кстати, хорошее замечание. Цветовая температура берется для какого-нибудь фактора. Например, в виде. А. 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 Это поглощение в постгалактики именно с ним, звездной системой, именно с ним связаны обычно самые расширшие. То есть, его, его, как скажем, плохая точность вносит основной вклад в точность измерения. В принципе, когда, ну, вряд ли, к сожалению, в одной полосе все эти все наблюдения, но если бы они нам в пяти полосах выдали, зная это фондство, ее еще тоже увлекают. Да. Как закон Карат? Ну, там, много разного. Так. Хорошо. Значит, здесь написано из модели ТЦ, но в действительности ТЦ можно померить из спектра. Но дикто мы платим равным единице. А померили, Ф, ДТР померили. Все у нас набралось огромное количество подобных равнений для разных моментов времени. мы можем сделать розыгрыш для различных точек по времени и методом на меньших квадратов получить Д, ну, и Р0, соответственно. Р0 и Д, два неизвестных параметра. Но для того, чтобы узнать ошибки, нужно каждому из этих элементов, которые мы померили, предположить, что он распределен по гауссу, дальше разыграть мультикарма, розыгрыш и в многомерном пространстве вот этих различных параметров построить нечто многомерное. Разрежем это нечто многомерное по каким-то вот по одному из светов, где это нечто самое большое, самое длинное. Вот у нас вот такие вот неизвестные ошибки для AR были, для сверхновых 2006 GV. Мы долго искали в различных статьях. Таким образом можно уточнить, к сожалению, не нашли. У нас получилось, что итоговое расстояние, с учетом всех вот этих вот так соответствует минус минус 15 плюс 19. Представляете, такая точность. Настоящее значение, которое по мере независимых способов 71 европартии. В принципе, мы влезали. Это медианное расстояние, но очень плохая точность. А вот с 2009 IP, которая точность оказалась существенно лучше. Такая же гистограмма Монт Карла Розыгрыша, она показывает вот такую точность. Тринятое значение 24, то есть это успех методов. То есть, доверительный интервал 68% влез очень хорошо. Но, к сожалению, 2009 IP достаточно близко к нам, и у нее огромная популярная скорость, и ее не участвует в Хабблском потоке. Значит, Хаббл мы оттуда достать не можем, а вот с 2006 Джилай, где в линейном приближении, можно достать Хаббл, но с огромными ошибками. То есть, это как бы результат просто классно светится. Последнее значение ПАК, к сожалению, очень сильно понизили Хаббл. А, все. А, все. Вот это? Мы тоже не привыкли. Почему так много? Да, она поменялась наша. Она слишком маленькая. Вот это вот было как-то вот все равно правильно. Кто-то где-то 6, при ошибке там 2. Вот это я даже не вникаю в детали. Вы же как-то задерживали. Вот это спасибо, возможно, вдруг какой-нибудь детектор на планке чуть-чуть осуществляется. На уровне 2 сильно этого планка с данным реманком это прецизионная так. Я больше бею вот этому 70. Мы все время 70 брали, а тут вдруг 67. вот вот здесь все как-то что сейчас? Фотосфера светит. Да. А она разве как здесь? Ну, грубо говоря, излучение сходит с уровнем фотосферы. Светит шар. Светит шар. Светит шар. Светит шар. Умны, которая поглощает и перерабатывает в принципе есть сверхновый, в котором какой-то магнитарный сейчас это другой модель 2N да, Сергей он вчера про это рассказывал, что у них Нет, логинейтарная модель. Я суперлюминус супер много. Как же будет подделать оплату, если он расширяется, он охлаждается? Как оплата держится дома? Тяжелее трех месяцев. Я могу сейчас показать новые эти рассуждения, но... Я как раз это рассказывал, что по массовой координате внутрь вбегает вот эта волна охлаждения. Температура до, температура после. У нас валидность. И вот этот горбик бежит, и температура на правом краю вот этого горбика практически не меняется в расчете. Более того, это расчет Сергея Ивановича в стеле. Есть расчеты из группы Утробина и из разных других, где все это хорошо согласуется. По идее, в координате горбик, вот эта волна охлаждения практически стоит. Можно сказать, стоячая волна. Стоячая волна, а вокруг нее расширяется звезда. Вот, получается, что шарик в постоянном радиусе встретит постоянная температура, значит, должно... Постоянного радиуса? Постоянного радиуса в постоянной температуре... Нет, вы говорите, раз она разлетается, то она должна... Сейчас. Фотосфера — это нечто такое, что движется внутрь по... Это, так скажем, граница видимости. То есть звезда становится прозрачной в эту фотосферу. Внутренняя фотосфера... Не станционного радиуса. Сейчас, если вы можете себе представить... Сейчас, я хочу, я стараюсь объяснить. Вот представьте себе шар, который разлетается во все стороны. И он полностью непрозрачен. И вдруг вот этот водород здесь начал рекомбинировать. И по нему побежала граница, до которой стало видно. А здесь все еще не видно, потому что вещества сильно идут. Вот эта граница бежит внутрь. Но в действительности вещество проходит через эту границу. А граница стоит как стоячая. Вот до границы мы видим, а после нет. Вот это вот то, что мы видим до границы, светит, и излучает для нас температурный фиксированный тегер, и радиус получается плату. Это объяснено в знаменитой статье «Сверхнового» в 1987 в Польшом Магелонном Омнике о уменьшении надежного обзора. Да, это канонический обзор, который прям отличен для сверхнового. Тут вопроса никакого нет, как их совершенно. А вот когда какие сверхмощные, безусские линии, то может быть какой-то неизвестный нам органитар. Для SuperLuminos SuperNo 3 модели, вот Сергей вчера как раз рассказывал. Мы пока, ну, в группе Сергея Ивановича все практически рассчитывают только SN-CSM interaction. Взаимодействие сверхновой с околозвездных. Высвечивает ударная волна вся в систему. По инерции бежит волна и высвечивает все. Знаете, 10 тысяч километров в секунду и 200 километров в секунду. Представляете, что она сделала? Она как стена снесет все это, туда чуть-чуть налипает и высвечивает. Сила этой ударной модели в том, что у нас сверхновой в 100 раз мощнее светит, тоже, наверное, полгода, год в 100 раз мощнее, чем обычная второго типа. А энергия всего в 3 раза. Может, 3,5 больше, чем в обычной сверхновой. Просто если на мечь облако у нас эффективно кинетическая энергия излучается. В обычной сверхновой кинетической энергии излучится через 10 тысяч лет на рентгеновском терапаре. В течение 10 тысяч лет мы видим вот эти остатки сверхновых, которые светят в рентгене, в прозрасте среде. А когда среда в миллиард раз большая частичка, в купечном сантиметре содержит, то она эффективно высвечивает в видимом свете. И это и объяснение такое простое, красивое. Соответствует тому, что узкие линии показывают, что есть среда макро, но малокрежущаяся. И поэтому эффективно и ударно баллоны. Но, конечно, есть и другие варианты. Есть с огромными энергиями, какие они. Первые, 150. С энергией в 60-80 раз выше стандартных. Но с огромными. Но они давные другие предсказывают. Другую скорость. Вот как раз Сергея Иванович Лера показывал две картинки. Нет, почему бессмертный? Вы же видите пульсар, новый тысяч пульсаров. Это же небесцы. И они образовались в таких же энергиях. Это не фантастик. Но вот тут его вы считаете. Вот такой выбросил раз. Три на десять пятьдесят. А если он продолжает 300 дней? Нет. Так. Выброс огромной энергии, которая при образовании тронной звезды, продолжается одну секунду или даже миллисекунду в конце. Это довольно хорошо согласуется не с наблюдением, можно сказать, а с последующими расчетами. Когда параметры предсверхного берут и подставляют геномическую и терминомическую модель по симуляции кривой блеска. Но перед нами выступал японец на зоне Томинага, который участник группы Кис, по-моему. Не той Кис, которая. А какое-то японское название. Они в течение двадцати... Или Кисо, может быть. По-моему, Кис он их называется. А, да. В течение двадцати четырех часов они наблюдают в свои телескопы шок-брейкаут. Пытаются систематизировать и поймать моменты выхода ударной волны на поверхность. И заснять как можно больше значений. Потому что обычно сверхновы открывают, так скажем, апостриорию. Была фотография до, потом сверяют то, что оп, засветилось. Но момент прозевали, когда вышла ударная волна. Для этого нужно специально, так скажем... Господи... Обзоры, ну, в смысле, небо. Вот. Для этого целая группа организована. Но пока все это начинает. Собственно, доходится в статаларное расстояние? Нет. Сейчас излучает не шар, а излучает граница. А вещество через него проникает, проходит. Но граница стоит на месте? Да, граница... Да. Граница на лейру, как граница, стоит на месте. А вещество проходит. Если мы сядем в систему расчет связанных, то волна пойдет внутрь. В систему связанных. То есть ядро в этом радиусе золотая и там ее граница. Сейчас. Это не ядро. Это граница, так называемого рекомендационного волны. Справа вещество уже рекомендано, а слева все еще внизу. В действительности, железный, друг и прочее, находится глубоко внутри. То есть это... Покажите предыдущий. Там показано, по-моему, произведение. С какой называется. Вот. Нет, теперь, сейчас. Вот. Там, вот, это и джойка у нас. Но лежит не в центре, а на том, что вы вылетаетесь. А так у нас, там, одна целлость шестьдесят. Или больше, и шло вчера. Более того, зачастую даже радиус во всех расчетах, допустим, ВПН, там же был начальный радиус. Так вот, им пренебрегает, потому что сверхновая практически за десять дней расширяется настолько в порядке, что это просто, Сергеевич, скажите точные цифры. Но если сверхновая 1А взять, она размер меньше сверхнового шара разрешается, за десять дней расширяется до размера Солнечной системы. В общем, десять тысяч километров в секунду. Вот надо умножить на время разлета два дня и посмотреть, сколько она разлетится. Она разлетится так, что совершенно неважный начальный радиус претверхнул. Светит осколки, да? Только радиоактива. Это в... В 1А. А эти расширяются не так сильно. Они сначала сами уже, там, триста радиусов Солнца, то есть, порядка радиуса земной орбиты, но они расширяются в сотни раз. За первые десять дней я пишу. Потом они расширяются на блокбассе. Да, и это называется остатки сверхнов. Да, это непонятно. Ну что непонятно? Ну вот мы видим. Значит, звезду до, мы видим, как она взорвалась, и видим ее остаток. Ну вот. Тихо-тихо, браги наблюдают свои глаза. А, кстати, вопрос о сихо-браге. А, 435 уже. Прошло и ровно сколько надо, а на столько и раз. Как раз вот остатки сверхнов, как раз хочу сказать, остатки сверхнов могли опровергнуть как раз Фоменко. Внешенник написал прекрасную статью, что есть точное время между наблюдением этих какого-то тихо-браги за документированный факт и то, как выглядит сейчас остаток. Прошло столько-то времени. Все. Как ни сдвигай эту новую, господи, как это называется-то, Фоменкоскую историю, да. Не получится втеснуть это физическое событие. Наблюдаемые факты сверхновых и остатков. Все. Полностью разрушил всю Фоменкоскую школу историю. А он-то изновленный? Он ругается, он мне. Это статья о мишенниках на Френе. Песно интересно. В общем, у нас астрофизика – это наука, который вопрос о загроблении жизни ни у кого, так сказать, дискуссии не вызывает. Все знают, чем все заканчивается. Ну, нет. Собственно, теперь теперь этот Френ спорит, да. Но сверхнов у нас не будет, если в нас не будет.